Она позвонила Симону, она еще не знала, что скажет ему. Очевидно, что-нибудь вроде «Не знаю, люблю ли Брамса, не думаю». Она не знала, пойдет ли на концерт. Знаменитые произведения Франсуаза Саган, в котором обыгрывается чувство молодой девушки к своему любовнику. Она любит Брамса, а он Вагнера. Нечто музыкальное в стиле поединка произошло и на открытии сезона. Настроение Брамса стало трамплином к предстоящим музыкальным событиям от расширения творческих контактов до освоения географических широт. Модель нового сезона предполагает и встречу с новой публикой, и доселе не идущим на сцене, где работает оркестр жанром. Самое глобальное – это то, что выходят все 15 симфоний Шостаковича и 6 концертов. Второе – это то, что мы впервые будем ставить оперу в концертном исполнении, но оперу «Иоланта» Петра Ильича Чайковского, от постановки, которую я жду, очень много, потому что там абсолютно звездный состав, и мы это покажем здесь и в Москве. По словам хозяев первого вечера, можно погоняться за статусным исполнителем не один год, как это случилось с датским скрипачем и дирижером Николаем Цнайдером. Правда, Казай мы ему уже знакомы. Здесь в гости с Копенгаген поступал вместе с Валерием Гергиевым, во время одного из пасхальных фестивалей. Брамс придумал разные формы для расширения музыкальной экспрессии. Он делал сочинения не только для скрипки, но и для многих инструментов. Он делал мощные симфонии, но и прелестные композиции. Это благодаря его противоречивому характеру. Юханнес Брамс появлялся как художественный образ на мировых подмостках нечасто. Своеобразный любовный треугольник был разыгран несколько лет назад в Казани театром Эммануила Виторгана. Я не думаю, что мы должны придерживаться вот такой определенной исторической правды. Красивая картинка, красивые костюмы. Мне кажется, что это намного важнее. Дуэт скрипки и оркестра наметил точки и линии сезона, главным событием которого станет впервые проведение собственного абонемента оркестра в Большом зале Московской консерватории. Я обожаю Брамса, как романтика, но надо сказать, что во мне сходятся, видимо, все точки зрения возможные. Я обожаю Вагнера. Кстати говоря, Московская филармония делает заказ специальный для того, чтобы мы исполнили программу Вагнера и Рихарда Штрауса. Дмитрий Пиаваров, Айрат Мухамедзянов, телеканал Эфир.